Всех приветствую! Меня зовут Бреляков Дмитрий. Я торгую на срочном рынке Московской биржи рынок Фордс уже около 9 лет и последние два года я передаю свои знания своим ученикам. Передаю свои знания, наработки, свои технологии заработка. За последние два года я обучил более 250 человек. Некоторые из них стали моими соратниками, коллегами. С кем-то мы работаем в команде, с кем-то стали просто друзьями. И в 2016 году мы даже организовывали встречу в Москве. Это был декабрь. Было очень интересно, была хорошая практика. В данном видео я расскажу вам про свой новый курс, название которого вы видели уже Академия Трейдинга на Фордс. Расскажу про основные отличия от предыдущих версий курса и расскажу, что нового. Расскажу про те знания, которые вы получите по окончанию этого курса. И сразу скажу, что в основном ударение сделано на практику, на практические занятия. Исходя из прошлого обучения, я сделал вывод такой, что те ученики, которые все-таки старались, которые занимались каждый день торговлей на бирже, они смогли достигнуть какого-то дохода стабильного, пусть небольшого, где-то 10, где-то 20, где-то 30 процентов, где-то 5 процентов. То есть, ну, они в стабильном каком-то плюсе всегда. И общаясь с теми людьми, я понял, что это именно те, кто постоянно, каждый день, кропотливо выполняли задание. Это делали, к сожалению, не все. Ну, естественно, такой опыт меня натолкнул на мысль, что нужно делать акцент именно на практику, на практические занятия. Также приведу вам простой пример. Например, вы решили заняться музыкой и выучили ноты по книжке, выучили теорию музыки, но ни разу не играли ни на каком инструменте. И если вы сядете за клавишные, либо за струнные инструменты, за духовые, у вас ничего не получится, если вы не будете практиковаться. Причем практиковаться нужно не просто один раз, там, два раза попробовать, а практиковаться нужно каждый день. Это кропотливая работа, это кропотливый труд. И, естественно, нужно понимать, что делаешь. Как раз я и буду говорить вам, что нужно делать, как нужно поэтапно достигать результата. Сейчас у вас на мониторе красная табличка. Здесь как раз основное отличие старого варианта от нового варианта. В предыдущем варианте мы практиковались только на двух конструкциях, на моих авторских стратегиях. В новом варианте мы будем заниматься следующим. Во-первых, это будет торговля фьючерсами. Торговля фьючерсами со стопами и без стопов. Это внутридневная торговля, то есть сделки, которые открываются и закрываются в течение текущего дня. И краткосрочная торговля, это сделки, которые от одного до пяти дней длятся. Далее мы будем практиковаться на торговле опционами. Это будет направленная торговля, простые конструкции, сложные конструкции. Что это такое, я расскажу, естественно, вам на занятиях. И также в конце мы с вами совместим торговлю фьючерсами с торговлей опционами. Может быть вы уже видели подобную ситуацию. Например, в книгах такое встречается. Несколько сюжетных линий, которые в конце сливаются в одну и получается очень интересный, получается очень хороший эффект. Далее давайте я вам расскажу, что у нас будет на занятиях. Какие это будут занятия, сколько их будет, что мы на них будем изучать. Занятие номер один. Начнем мы с сводной части и расскажу, что нужно для того, чтобы начать торговать. По каким дням у нас будут занятия, как долго они будут длиться, как к ним подготавливаться, как пользоваться мастер-группой, как общаться в мастер-группе, как мы будем общаться в скайпе и так далее. Далее мы поговорим про брокера, как его выбрать, по каким критериям, что для этого нужно. Потом покажу торговый терминал, через который мы будем торговать, где его взять, как его установить и так далее. После мы поговорим про инструменты для торговли. То есть каким-то образом же мы должны извлекать деньги из рынка. То есть что для этого надо. Если в обычной жизни все про это знают, что мы там какие-то физические товары можно купить, продать, там какие-то кроссовки, плоскогубцы или что-то такое, да. То здесь такие товары интересны, как фьючерсы и опционы. Они вроде как руками не потрогаешь, не увидишь, не почувствуешь, но тем не менее это прекрасный инструмент для получения прибыли. По сути то же самый товар. И дальше я расскажу, что нужно для того, чтобы подготовиться к дальнейшим занятиям и к практике. На занятии номер два мы начнем с настройки торгового терминала. Как его настроить, как сделать удобные окна, как сделать различные графики, стаканы котировок и так далее. Потом мы поговорим про терминологию биржевую, без нее все-таки никуда не денешься. Всю терминологию давать конечно не буду, буду давать только то, что нам необходимо. Наверняка вы про что-то слышали, но для многих это будет новым набором слов, типа дивергенция, ангуляция, корреляция и так далее. После мы поговорим про виды заявок, для чего они нужны, эти заявки, как их ставить и так далее. На занятии номер четыре мы с вами поговорим про фьючерсы, что это за инструмент, как они выглядят, как они живут, что за зверь такой вообще. После у нас обязательно мы коснемся риск менеджмента, как мы можем рисковать, каким процентом, почему, зачем и так далее. Это очень тесно идет с психологией торговли. Психологии мы тоже будем с вами уделять достаточно на такое немалое время, потому что без психологии в торговле достичь положительного результата невозможно. Многие из вас наверняка торговали на рынке Форекс, и многим знакомо это чувство, когда страшно войти в сделку, либо страшно поставить стоп, либо страшно досидеть до планового тейк профита, то есть раньше времени закрыть сделку и так далее. Как с этим бороться, все мы это пройдем, причем не просто в теории, а также мы это все пройдем на практике. Такие, знаете, будут интересные моменты. Например, кто-то один из группы должен в какой-то день будет показать сделку публично, объяснив ее полностью. Как бы, ну, встав на роль преподавателя, да, пишет, ребят, вот я захожу в сделку, потому что так-то, так-то, так-то. Причина такая-то, стоп там, либо стопа нет, тейк профит там. И уже публично у вас получится все-таки перебороть себя, перебороть свои страхи и сделать красивую сделку. Далее мы с вами пройдем в подготовку практики. Это у нас будет ежедневная торговля внутри дня, то есть сделка, которая открылась и закрылась в течение текущего дня. И краткосрочные сделки, которые длятся от 1 до 5 дней. На занятии номер 6 мы начнем с разбора сделок. Ну, скажу сразу, что разбор сделок, это, он будет происходить не только на наших занятиях. У нас с вами будет мастер-группа, где мы каждый день в любое время, в любое время суток, причем, будем обсуждать, будем писать какие-то идеи, мысли и так далее. То есть, по сути, разбор сделок у нас будет в онлайн-режиме, в мастер-группе, и также мы будем касаться этого на занятиях. Далее мы перейдем к опционам. Что такое опционы, что за зверь такой, как он выглядит и так далее. Покажу, что такое опционный аналитика, как анализировать свои позиции, что такое профиль позиции, как его смотреть. Профиль позиции это очень удобная штука для того, чтобы видеть свою торговлю, именно графически ее представлять. На занятии номер 7 опять у нас разбор сделок, то есть у нас разбор сделок будет каждое занятие. И мы поговорим про опционы, про простые конструкции опционные, как они выглядят, пропорции, как они строятся, для чего строятся, почему строятся и так далее. На занятии номер 8 мы уже перейдем к опционам в виде сложных конструкций. Для чего нужны эти сложные конструкции, почему они интересны, в каких рыночных моментах они интересны, как на них заработать, как увеличить прибыль, как сохранить прибыль и так далее. На занятии номер 9 мы с вами поговорим про методы управления позициями. Это, может кто-то слышал уже, ролирование называется, либо управлением каким-то там, скажем, краем конструкции, либо центром конструкции и так далее. Как, например, вы торгуете, вы получаете какой-то профит уже, да, и перед вами в дилемму возникает вопрос такой. Вот есть текущая прибыль какая-то, как вот ее мне либо закрыть, либо можно сохранить, скажем, половину прибыли, да, но дать себе шанс, чтобы прибыль росла дальше. Вот все это мы с вами изучим на занятии номер 9. На занятии номер 10 мы с вами уже изучим две моих авторские стратегии, как по ним торговать, когда торговать, почему торговать. Вот, и начнем практику по опционам. Причем скажу, что в момент, когда мы с вами будем изучать на занятиях опционы, мы практику по фьючерсам прекращать не будем. То есть у нас эта практика будет идти параллельно. Далее, с занятия номер 10 у нас начнется практика по торговле опционами и по торговле фьючерсами. То есть вы отдельно будете торговать разные рыночные ситуации этими инструментами. И крайнее занятие номер 11. Здесь мы уже с вами будем изучать совмещенную торговлю опционами и фьючерсами. Либо по другому это называется торговля фьючерсами внутри опционных конструкций. Далее будет у нас задание по совмещенной торговле, но также останется практика отдельно по опционам и отдельно по фьючерсам. После этого у нас с вами будут только практические занятия. У нас с вами будет только практика, практика и практика. Сам курс будет длиться 2 месяца, но это не значит, что через 2 месяца мы с вами расстанемся и больше общаться не будем. Мастер-группа, она у нас существует уже около 2 лет, я уже говорил про это. И также можно будет в этой мастер-группе остаться и в дальнейшем развиваться совместно с нами, совместно с группой, с учениками и так далее.